Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравствуйте! В эфире Минское городское управление МЧС у микрофона Анастасия Гарбер. Более 1600 выездов на пожары и загорания совершили с начала года столичные спасатели. На пожарах за это время погибли 24 человека. 34, в их числе ребенок, были спасены. Далее о происшествиях ушедшей недели подробнее. Минск чрезвычайный. На проезжей части проспекта Независимости произошло возгорание автомобиля «Пежо». Огонь занялся в моторном отсеке. Аналогичный инцидент произошел и с автомобилем «Опель» на улице Грязодубовой. Напомню, достаточно 5-6 минут, чтобы автомобиль сгорел до кла. Для того, чтобы снизить риск возникновения подобных происшествий, необходимо своевременно проверять электропроводку машин и делать это только на лицензированных СТО. На минувшей неделе в ванной комнате одной из квартир дома по улице Плеханово из-за оплавления и изоляции электропроводки загорелся фен. Чтобы избежать подобных ЧАЭС, следите за исправностью электропроводки и электроприборов. Используйте их в строгом соответствии с инструкцией завода-изготовителя. И, конечно же, не оставляйте включенными без присмотра. Минск чрезвычайный. С десяток раз на минувшей неделе спасатели выезжали тушить бытовые отходы, воспламенившиеся в результате неосторожного обращения с огнем в металлических контейнерах мусороприемных камер жилых домов. Несколько раз горели и пластиковые контейнеры на контейнерных площадках. В этих случаях причиной пожара становился поджог. По этой же причине на улице Каменогорской вчера поздно ночью загорелись пластиковые элементы металлического киоска «Табакерка». И еще об одном происшествии минувшей недели. Помощь спасателю понадобилась двухлетней жительнице квартиры на улице Прушинских. Голова малышки застряла в стульчике от детского горшка. Мама вызвала спасателей. По ее словам, детский горшок дочка обычно использовала по назначению, но в этот раз что-то пошло не так. Девочка вытащила его, а стульчик надела на голову. Прибывшие по вызову спасателей, используя гидравлический инструмент, сняли стульчик. Ребенок не пострадал. Похожий случай произошел вчера и в квартире на улице Семенова. Четырехлетний мальчишка оказался в ловушке велосипеда. Его нога застряла между педалью и рамой. Пришлось также вызывать спасателей, которые с помощью гидравлического инструмента разрешили проблему. Маленькие дети очень часто попадают в различные неприятные истории и чрезвычайные ситуации. Родители, помните, что в силу возраста малыши не могут оценить степень опасности каких-то предметов или своих действий. Поэтому постоянно объясняйте, рассказывайте, проигрывайте с ними различные ситуации. Обучать детей безопасности – ваша обязанность. На этом все. Слушайте нас в следующий четверг. Минск чрезвычайный.